О каких-то математических проблемах астрономики. Ну, они все у нас математические, поскольку естественная наука без математики не живет. Но я решил рассказать о вещах, которые отчасти вам знакомы. Движение небесных тел. Но в них вы увидите некоторые проблемы, которые никак не связаны с ЕГЭ. С самого начала, если вы ожидаете что-то полезное для экзамена, это может вообще покинуть аудиторию. Но это может быть полезно вам для размышлений и для будущей научной жизни, если она вам предстоит. На самом деле мы будем говорить вот о чем. О движении двух тел под действием гравитации, трех и более тел. И об эффектах, которые не проходят в школе, но на самом деле встречаются в природе. Посмотрим на нашу Солнечную систему. Именно ее изучаемые и изучали наши предшественники, когда строили великие физические теории, механику, теорию гравитации. И не только Ньютону, но и Эйнштейновскую современную теорию гравитации. И как видите, в Солнечной системе много взаимодействующих тел. Если сразу попытаться описать их влияние друг на друга, то задача окажется невероятно сложной, и решить бы ее не могли не только Ньютон, но и более поздние математики и физики. К счастью, в Солнечной системе есть одно тело, которое управляет движением всех остальных. Это Солнце. А все остальные практически никак друг на друга не действуют, потому что они маленькие. Даже планеты-гиганты типа Юпитера и Сатурна все равно, ну скажем, Юпитер в тысячу раз меньше Солнца. А остальные планеты в сотни тысяч раз меньше. И естественно, в первом приближении можно считать, что у нас есть один источник тяготения, а все остальные движутся под его управлением. Значит, самая простейшая задача, которую мы хотим научиться решать, это задача движения двух тел. Есть два взаимодействующих тела, нам надо научиться описывать их траекторию взаимно, их влияние друг на друга, прогнозировать их движение. Это очень практическая потребность. Знать, как в будущем будет двигаться, например, наша Земля под управлением Солнца. Впервые правильно представить себе их движение, вообще движение планет. Иоганн Кеплер впервые понял, по каким траекториям движутся планеты. Понял это просто наблюдая их движение, не имея никакой теории на этот счет. И понял, что это траектория эллипс. Ну, с эллипсом вы знакомы, как его строят, знаете, две иголочки, ниточка. То ее полная длина всегда постоянная, это не резинка, а и ниточка. И она использует свойства эллипса, заключающиеся в том, что сумма расстояния от двух фиксированных точек, мы их называем фокусами, до любой точки фигуры эллипса, всегда одинаковая. И таким образом мы строим эту фигуру. Она очень непростая, значительно сложнее, чем окружность. А в то, что все планеты движутся по окружности, верили математики и вообще ученые в течение двух тысячелетий. И Кеплер, скрепя сердце, вынужден был согласиться, что движение тел в космосе более сложное, чем по окружности. Оно происходит по кривой второго порядка, по эллипсу. И тем самым открыл путь для исследования этого дела. Ну, а исследовал математически этот вопрос другой великий ученый Исаак Ньютон на полвета позже Кеплера. И он понял, что только под влиянием силы, вот таким образом зависящей от расстояния между двумя телами, ну, большого тела с массой, большой, маленького тела, например, планеты с массой, маленькая, только под влиянием силы обратно к порциональному квадрату расстояния тела могут описывать эллипс, эллиптическую траекторию в пространстве. То, что я сейчас сказал, не совсем верно. Может быть, вы сообразите, какой еще закон природы позволяет описывать эллиптические траектории в двум взаимодействующих телам. Это, так сказать, вам наподумать. А мы движемся дальше. Константа же, которая здесь выписана, в учебниках физики написана, называется Ньютонова постоянное тяготение, или константа тяготения. Она – закон природы. Она вам показывает, как именно взаимодействуют два тела. Кстати говоря, сам Ньютон никогда не использовал эту букву и вообще не знал значения этой константы. Тем не менее, он очень точно научился вычислять траектории гомет, планет. И в будущем ученые сделали это все точнее. А значения этой постоянной узнали сравнительно поздно в 19-м веке из Мериковой лаборатории. Тоже непростой вопрос. И тоже есть о чем подумать. Как же, не зная постоянной величины в законе взаимодействия, можно было рассчитывать траектории небесных тел. Поехали дальше. Оказалось, и Ньютон это доказал, что два взаимодействующих вот таким образом обратно пропорционально квадратного расстояния тела движутся по кривым второго порядка, которые называются конические сечения. Почему конические сечения? Потому что если взять конус и пересечь его плоскостью под разными углами, мы получаем семейство кривых. В простейшем случае это окружность или прямая, если наша плоскость проходит по образующей конусам. А в более общем случае эллипс или гипербола. А разделяет их эллипс и гиперболу парабола. Такая вырожденная кривая, которая и не эллипс, и не гипербола. А вот такая граница между двумя семействами эллипсов разного, разной степени сжатия, разного центристета, как говорят, и гипербол разной степени раскрытия их лучей. В солнечной системе, естественно, все эти ма движутся по эллипсам, потому что двигаясь они по гиперболам, они просто покинули солнечную систему. Вот так движутся планеты. В одном из фокусов нет ничего, а в другом фокусе как раз и находится источник тяготения Солнца. Кеплер открыл, эмпирически открыл, просто из наблюдений, три закона. Первый. Все планеты движутся по эллипсам. Второй. По эллипсам, в одном из фокусов которого находится Солнце. Второй закон, что движутся планеты так, что их радиус-вектор, прямая соединяющая Солнце с планетой, за равные интервалы времени, заметает, как говорят, покрывает на эллипсе равные площади. Физик понимает, что это закон, это просто закон сохранения момента импульса. Но это мы сейчас такие термины используем. А в то время это был великий непонятный закон природы. Наконец, третий закон связывает расстояние с периодом обращения. Все это Кеплер открыл, но не мог объяснить, а Ньютон объяснил и пришел к своему закону гравитации. Вот так движется планета вокруг центра тяготения, если сам центр тяготения неподвижен. Конечно, Солнце огромное, планеты не могут заставить его перемещаться. А само оно управляет движением планет, и мы считаем Солнце первым приближением, в общем, достаточно точно неподвижным. С ним связываем инерциальную систему координат, и смотрим, как легкие тела обращаются вокруг Солнца. Вот перед нами и эллипс, и Солнце в фокусе, и демонстрация второго закона Кеплера о переменной скорости движения по вирусу. Но на самом-то деле, два взаимодействующих тела, конечно, влияют друг на друга. И одно притягивает другое, и другое притягивает первое. Поэтому относительно центра масс, неподвижного пространства, или движущегося с постоянной скоростью одно и то же, оба тела перемещаются. И чем ближе их масса друг к другу, тем дальше они удаляются от центра масс, и тем сложнее на первый взгляд их движение. Но мы обращаем внимание, что все равно каждое из них движется по эллипсу, и понимаем, что можно отсчитывать движение одного тела относительно другого, то есть перейти в неинерциальную систему координат, и смотреть, как одно тело движется относительно другого. И легко, очень легко показать, что если два тела движутся по эллипсам относительно центра масс, то закрепив систему координат на одном из них, мы увидим, что второе тоже движется по эллипсу, размер которого равен сумме размеров, сумме больших осей этих самых исходных эллипсов. Замечательное открытие, сделанное Ньютоном, которое позволяет наблюдать относительное движение тел и описывать его простыми формулами эллиптических кривых. Казалось бы, задачу двух тел мы решили, давайте посмотрим, как три тела движутся под влиянием друг друга, взаимного тяготения. На эту задачу набрасывались с радостью математики в течение трех столетий, и не просто математики, а светилы, калибра Эйлера, Гаусса, и никто не мог эту задачу решить. Более того, в конце концов, было доказано, что у задачи о движении трех взаимодействующих тел вообще нет аналитического решения, и нельзя сказать, по какой проектории они будут взаимно перемещаться. Тем не менее, решение этой задачи было найдено. Нашел его в начале 20 века кинский математик, в общем, не очень известный, Карл Зумпун, но нашел его не в виде аналитической простой формулы, как формула Эйлеса, простая кривая второго порядка, х квадрата в середине. Нашел в виде бесконечного количества слагаемых, в виде рядов. Но вообще говоря, вещь не страшная, и многие задачи матфизики решаются в виде рядов, и в виде этих, то есть, прибавляя одно слагаемое к следующему, и к следующему, и к следующему, вы быстро видите, что сходится решение, можете забыть про бесконечное количество маленьких членов в этом ряду. Но оказалось, что задача трех тел имеет очень пренеприятное свойство. Чтобы с нормальной точностью прогнозировать движение такой простой системы, как Солнце плюс Земля плюс Луна, нам надо ни много ни мало сложить вот такое количество членов в ряду. Вы понимаете, что это намного больше, чем, например, количество атомов в Вселенной. Такой суперкомпьютер не только не справится с этой задачей, и даже не сможет начать решение. То есть формальная задача была решена, а реально никакого толку от этого решения никто не имеет. И до сих пор задачи о взаимодействии большего числа тела, чем два, решаются численно. То есть шаг за шагом на быстрых компьютерах путем выписывания системы дифференциальных уровней, которые описывают взаимодействие тела. Я вам покажу решение этой задачи. И такого вот приближенного решения этой задачи. А на самом деле все системы в космосе, конечно, содержат три более количества тела. Но, тем не менее, пытаясь решить задачу о взаимодействии трех тел, математики нашли некоторые простые варианты ее решения. Ну, например, такой вариант. Пусть два тела, вот М1 и М2, будут массивные, тяжелые, то есть они чувствуют гравитацию друг друга, и пусть они движутся сравнительно простым образом, ну, например, по кругу, по круговым орбитам относительно центра массы. А третье тело будет маленькое, как говорят, пробное, песчинка, невесомое. То есть оно чувствует притяжение к этим двум, но эти два не чувствуют влияние третьего тела. Такая упрощенная задача трех тел. Два массивных плюс одно невесомое. И оказывается, что в простейшем случае есть любопытное решение. Ну, кстати, этот случай, вообще постановка задачи, она имеет смысл. Представьте, мы запускаем искусственный спутник Земли. Весит он 100 килограмм. А влияют на него в первом приближении Земля и ближайшее к Земле тело Луна. Вот два массивных тела, а сам спутник 100 килограммовый, конечно, никак не влияет на движение ни Земли, ни Луны. Так что задача имеет смысл. Тем более, что Луна практически по круговой орбите вокруг Земли движется. И вот, перейдя в систему координат, связанную с этими двумя телами, они вращаются вокруг общего центра масс, значит, система координат тоже вращается с их угловой скоростью. Мы оказываемся способными найти некоторые любопытные решения этой задачи. Вот в этой системе координат построены линии равной потенциальной энергии. И намечены четыре точки буквами L, L1, L2, L3, L4, L5. Что это такое? А точки L названы в честь великого математика Лагранжа. Он обнаружил, что песчинка, помещенная в одну из этих точек, будет находиться в стационарном состоянии, то есть не будет менять свое положение относительно двух этих масс. Ну, то, что на одной линии можно найти точки равновесия, это понятно. А вот то, что они существуют еще и вне линии, соединяющей две массы, это было совершенно неожиданным открытием и прославило математика. Такие решения, если развернуть эту плоскость на 90 градусов, мы увидим вот такую картину. Вот два массивных тела, вот точки равновесия, которые здесь отмечены буквами, а две других просто в этой плоскости направлены на нас находятся. И точки Лагранжа оказываются очень полезны, если мы хотим запустить космический аппарат так, чтобы он оставался неподвижным относительно двух наших, ну, например, Солнца и Земли, и Земли и Луны. Оказалось, что и природа знает о существовании этих точек и тоже использует их в своих интересах. Вот смотрите, какое открытие сделали астрономы. Это Солнце, это самая массивная планета в Солнечной системе. Юпитер, она практически по круговой орбите, а тут Солнце движется. Оказалось, что вот в этих, как и говорят, треугольных точках Лагранжа скопилось большое количество астероидов, малых небесных тел, ну, не таких уж и малых, размеров десятки, а некоторые сотни километров каждая, и они нашли там равновесие. То есть они под действием притяжения к Солнцу и к Юпитеру движутся практически по орбите Юпитера с той же угловой скоростью, что и он, и остаются в таком вот стационарном состоянии относительно большой планеты. Их называют по традиции, им стали давать имена, этим давали имена греческих героев, героев Троянской войны, этим героев Троянцев, Партокл и прочее. И так вот это семейство астероидов греками мы называем, это Троянцами. И если мы туда запустим космический аппарат, то он, зависнув в этой точке, окажется почти в неподвижном положении относительно этой группы астероидов, может потихонечку причаливать к ним, исследовать их. И это очень удобно, потому что не требует затрат топлива и ничем не грозит самому космическому аппарату столкновением, например, с астероидами. Такая же любопытная в системе Солнца Земля. Здесь тоже можно найти три линейных точки равновесия и две треугольных, в которых любой спутник, оказавшись здесь, будет неподвижен, то есть будет вращаться с той же угловой скоростью пары, видите, что и Земля, и окажется неподвижной относительно Солнца и Земли. Вот эта точка, находящаяся между Солнцем и Землей, уже очень активно используется около 20 лет. Там непрерывно висят космические аппараты, которые наблюдают за жизнью Солнца. Их телескопы направлены на Солнце, а антенны на Землю. И аппараты непрерывно фотографируют, киносъемку делают солнечные поверхности, и передают эти изображения на Землю. Мы ими пользуемся, изучаем Солнце, прогнозируем его влияние на нашу биосферу. И аппарат тут очень, так сказать, хорошо привязан к гравитации к этому месту, и никуда его не может покинуть. У Земли есть естественный спутник Луна. Она обращается вокруг Земли, внутри вот этой области. И влияние солнечного протяжения на нее не очень велико, хотя, как мы увидим дальше, вполне заметно и даже обладает интересным свойством. Вот давайте посмотрим, как Луна движется вокруг Земли. Если взять простую детскую книжку или для начальных классов средней школы, мы увидим там приблизительно такой рисунок. Земля обращается вокруг Солнца по круговой орбите, Луна обращается вокруг Земли тоже по круговой орбите, значит, Луна должна вот такими зигзагами двигаться относительно Солнца. Все согласны? Похоже это на правду. Как считается? Вообще никак не считается. Давайте проголосуем. Поднимите руки, кому кажется, что это правильный рисунок. Треть зала подняла спасение. Остальные либо не знают ответа, либо думают, что этот рисунок неверный. Могу показать вам иллюстрацию из учебника университетства. Тоже нарисовано движение Луны, но уже без вот этих вот заговулин, без вот этих петелек. Посмотрите. В университетском учебнике уже Луна движется только вперед. Но кривизна ее траектории то направлена в сторону Солнца, Солнце здесь внизу, то направлена в сторону Земли. Но никаких петелек Луна уже не совершает. Как вы думаете, это иллюстрация? Верно? Она действительно держит. Значит, читаете внимательно. Хорошо? А может быть нет, а что? Это и так провокация. Ошибки нет. Или есть? Наверное, есть. Наверное, есть, конечно. Есть ошибки. И заключается она в том, куда именно направлена кривизна лунной траектории. Дело вот в чем. Вот давайте проследим. Вон там вот Земля, Луна. Сейчас мы увидим ее траекторию. Если бы Луна была действительно на таком большом расстоянии от Земли по сравнению с расстоянием до Солнца, то ее траектория выглядела бы так, как в детской книжке. Вот с такими вот петельками обязательно. Но на самом деле радиус лунной орбиты в 400 раз меньше расстояния между Солнцем и Землей. Сейчас мы увидим, почему это приводит. Вот рисунок постепенно будет становиться все более и более реалистическим. То есть радиус лунной орбиты будет все меньше и меньше. Мы посмотрим, как изменится траектория, какова она на самом деле. Вот это уже похоже на университет. Петли исчезли. Но кривизна все равно меняет свое управление. То она в облако в сторону Солнца, то в сторону Земли. Смотрим дальше. Автор стремится все более и более правильно сделать этот рисунок. Уменьшает радиус лунной орбиты и делает его действительно равным 1,04 от расстояния до Солнца. Вот что мы видим на самом деле. Кривизна лунной орбиты все время оказывается направлена на Солнце. Верно ли? Ну понятно, да? Вот, действительно, я построил с помощью аккуратных расчетов траекторию Луны. И оказалось, что она практически неотличима от земной траектории. В чем тут дело? А дело в том, что хотя нам все говорят, что Луна это спутник Земли, Земля ее притягивает к себе, если честно посчитать, какова сила притяжения Луны к Солнцу, это знак Солнца, и к Земле, по закону Ньютона, то окажется, что Луна в два с лишним раза сильнее притягивается к Солнцу, чем к Земле. Честно, подставить массу Солнца и Земли, расстояние между Луной и Землей, Солнцем и Луной, и окажется, что Луна притягивается вдвое сильнее к Солнцу. Тогда чей же она спутник? Кажется, Солнце. Но мы ее всегда видим рядом с Землей, никогда не теряем с ней связь. Дело в том, что обе маленьких планетки, и Земля, здесь она буквы Т, Т, Р, и Луна, движущаяся по орбите вокруг Земли, являются спутниками Солнца. И Солнце притягивает их практически с одинаковой силой, и практически одинаковое ускорение создаёт. Поэтому и Земля, и Луна падают в направлении Солнца, ну, как космонавт, и стакан, который у него в руке, падают на Землю, но друг относительно друга остаются в невесомости, когда космонавт живёт там на орбите космической станции, потому что Земля сообщает им одинаковое ускорение. Точно так же и Солнце сообщает одинаковое ускорение за маленьким-маленьким различием. Когда Луна на своей орбите чуть ближе к Солнцу, она, естественно, чуть сильнее пятиоближется, чем Земля. Когда чуть дальше, чуть слабее. Вот только это различие расстояния и может каким-то образом дать Луне почувствовать, что кроме Земли рядом с ней ещё находится могучий объект, а массивный объект Солнца. А это эффект, который физики называют приливным. И вот таким образом делят все действующие на космические, вообще на любые объекты силы гравитации, на две части. Если считать объекты бесконечно маленькими и расстояние между ними фиксированным каким-то одинаковым, между всеми их частями, ну как между двумя точками, тогда простой закон Ньютона работает, и в рамках небесной механики математики изучают, как взаимодействуют друг с другом бесконечно маленькие гравитирующие точки. Но если вспомнить, что бесконечно маленьких тел не бывает, а каждая из них имеет вполне конкретный размер, а значит, каждая точка этого тела находится на разном расстоянии, ну скажем, от более массивного тела, и здесь нельзя использовать одно расстояние, тогда мы должны учитывать различия, ну с дифференциальными понятиями мы знакомы, да дифференциал знаешь? Да, это ускорение ПДР, это производное ускорение действующего на тело, то есть насколько сильно оно меняется с изменением расстояния. Тогда нам приходится брать производную от закона Ньютона, тут уже Р в кубе появляется, и эта часть физической теории называется теорией приливов, хотя это та же теория гравитации, теорией приливов потому, что именно это явление, разница гравитационных ускорений, действующих на разные точки тела, ответственна за такое общеизвестное явление, как морские приливы, приливы, а это дыхание океанской поверхности, не только океанской, а любой жидкой или газообразной поверхности относительно поверхности Земли. Вот мы об этом немножко поговорим. Во-первых, как ощутить вот этот приливный эффект, этот дифференциальный эффект гравитации? Это очень просто. Надо сесть в лифт, обрезать веревочек, и свободно падать по направлению к притягивающему вас стену. Первый момент вы почувствуете блаженное состояние невесомости. И если поместите в этом лифте, ну, например, четыре пробных тела, то в первый момент они будут висеть в воздухе, неподвижно от рук относительно дыма. Но по мере падения вы заметите, как эти тела начнут менять свое положение. Ну, действительно, вот это вначале было ближе к тяготеющей массе, и оно с большим ускорением начнет падать, чем то, которое дальше располагалось. И расстояние между ними со временем будет увеличиваться. А вот эти два тела, казалось бы, на одинаковом расстоянии находятся, а от земли, скажем, куда вы падаете. Но направления действия силы тяжести различаются, ведь оба направления к центру земли направлены, направления между ними есть угол, поэтому со временем эти два тела начнут приближаться к другу. Это и есть дифференциальный эффект. Он растягивает, удаляет друг от друга тела, находящиеся на разном расстоянии, и приближает друг к другу тела, находящиеся на одном расстоянии, под разным углом, относительно тяготеющего тела, ну, источника тяготея. Вот такое положение свободных масс убедит вас в том, даже не выходя из лифта, что вы не просто находитесь в каком-то космическом пространстве и летаете там вообще не ощущая никакой гравитации. Нет. Вы сообразите, что вы падаете, и что скоро этот эксперимент завершится. Таким образом, если мы берем за начало отсчета какое-то физическое тело, свободно падающее на другое тело, ну, массивный объект, а это маленький наш космический корабль, свободно падающий сюда. Вокруг него мы можем нарисовать поле приливных сил, то есть поле-вектор, которые показывают, куда будут двигаться, куда будут ускоряться относительно нашего тела песчинки, свободно подвешенные в пространстве вокруг нас. Вот это мы, наблюдатели. Песчинки с одной стороны будут приближаться, нам от перпендикулярного направления удаляться от нас. И в одну сторону отставать, и в другую опережать нас. Таким образом, этот эффект меняет форму свободного такого облака песчины. Он сжимает его в одном направлении и растягивает в двух других. Заметьте, в двух, а не в одном. Потому что, если мы сейчас проведем стрелочку в перпендикулярный экран, то есть одну направим к вам, а другую в стену, то и в этом направлении тоже будет сжатие происходить. В двух направлениях сжатие и в одном, снятие взаимно перпендикулярно, расширение. В первом приближении объем облака песчин не изменится. Это очень важно. Изменится только форма. Ну вот, приливные силы, они в нашей жизни как-то мало ощутимы. Мы с вами не живем на побережье моря, не видим дыхания океана, а вот в Москве, в аудитории, в школе действия приливных сил не ощущают. Но есть люди, для которых это очень важный эффект. Ну, например, космонавты на Аргенте. Вот они работают, и станция свободно несется в пространство, и, значит, падает на Землю непрерывно, и не достигает Земли только потому, что с первой космической скоростью облетают ее. Но иногда космонавтам приходится выходить и работать на поверхность станции. А это грозит им иногда тем, что под действием приливного эффекта вообще, говоря, в том направлении, вот один из них, видите, приблизился к Земле. Станция находится здесь, а космонавт ближе к Земле, чем станция. А мы думаем, что в этом направлении приливная сила пытается оторвать его от центрального объекта и запустить туда. Ну, хорошо, если он за что-то держится, да? А если отпустит? Такие эксперименты были. Иногда они заканчивались хорошо, потому что космонавты за плечами был ракетный ракетный ракетный, который помогал ему вернуться от рака. Ну, а иногда вот такая важная штука вне линии на эффекта. Его надо учитывать, если вы собираетесь работать в открытом космическом пространстве. Иначе навсегда можете покинуть свой космический дом и никогда к нему не вернётесь. Или вернётесь. Вот вам задача для думания. А что будет с таким космонавтом, скажем, через час-полтора, когда космическая станция совершит полный оборот вокруг Земли? Вернётся он к своей покинутой обители? Или навсегда потеряет с ней связь? Это чисто физическая задача, она тут просто решается. Если вам интересно, попробуйте решить её. Насчёт этого не беспокойтесь, он вернулся. Итак, приливный эффект. Земля покрыта жидким океаном, который легко поддаётся любым малым силам. Вода течёт, она не сопротивляется. Если из центра Земли посмотреть на то, как, скажем, как Луна, ближайший на Вагер, Луна, действует на разные точки Земли, мы увидим, что она притягивает океан к себе сильнее вот в этой точке, чем саму Землю, потому что эта часть океана ближе к Луне, ускорение больше, слабее в этой точке и в разных направлениях в этих точках. То есть океан старается принять форму эллипсоида, а Земля по-прежнему она твёрдая, она сопротивляется, более или менее остаётся, грубо говоря, шаром. Чему это приводит? Вода начинает перераспределяться по поверхности Земли. Она здесь прижимается к Земле, здесь её приливная сила, то есть компонента силы тяжести, дифференциальная, старается сдвинуть, а здесь пытается собрать воду. Вот там направление на Луну. Здесь вырастают два горба водяных, а тут поверхность воды старается опуститься. это и есть причина приливных эффектов. Луна обращается вокруг Земли по орбите за месяц примерно, и океан, вот эта вытянутая форма океана, она отслеживает направление на Луну. И таким образом за месяц два приливных и два отливных места в океане делают один оборот. Но Земля-то делает оборот в течение суток, каждый берег, каждое побережье за 24 часа оказывается два раза в области приливов, два раза в области отливов. Так что каждые шесть часов, если вы живете на побережье океана, вода, вы прям видите, как она поднимается и опускается. Солнце тоже такой же эффект оказывает. И когда Земля, Луна и Солнце на одной прямой, их взаимный приливный эффект усиливается. А когда они под прямым углом почти нейтрализуются. Луна ближе к нам, несмотря на свою малую массу, она вдвое больше приливный эффект оказывает, чем Солнце. Так что эти квадратурные приливы все равно чувствуются, они на Луну направлены, но они сладенькие. А вот тизиге, это взаимное расположение на одной прямой, старая астрономическая терминология, они оказываются втрое выше, эти приливы, чем периоды квадратуры. Здесь мы видим половинку лунного диска, освещенную Солнцем, но с Земли чем картинка видна. А здесь мы видим либо новолуние, либо полнолуние у нас с той стороны. Морегивочки хорошо знакомы с этим эффектом, и если ваш корабль когда-нибудь сядет на мель, дождитесь ночью, смотрите, в какой базе Луна. Если скоро будет новолуние или полнолуние, значит приливы достигнут максимальной высоты, и возможно тогда ваш корабль смели сплывет. А если первая четверть Луны или последняя четверть Луны сидит спокойно, приливов не будет, и корабль будет на мере оставаться еще неделю, по крайней мере, до новолуния или до полнолуния. Эти вещи настолько важны, что в любом порту вы увидите таблицы приливов, и корабли заходят в порт или выходят из порта повинуясь уровню воды, то есть лунным фазам. Вот так по поверхности Земли перемещается вода в сторону направления на Луну и антинаправления на Луну, но ось вращения Земли под углом к этому направлению, и любое побережье, любой порт, двигаясь в течение 24 часов вокруг оси вращения Земли, попадает то в более заметную область приливов, то в менее заметно почти нет приливов. Мы находимся близ линии раздела, а здесь он высокий, поскольку мы уже близ максимальной точки оказались. Так что в течение 24 часов обычно бывает один высокий прилив, один низкий, один высокий в следующие сутки, один низкий, это тоже важно. Вот эти точки называются подлунная точка и антилунная, и как раз вблизи них приливы достигают максимального значения. А если вы живете где-нибудь в районе Гавра какого-нибудь, порт на Средиземном море, один прилив у вас небольшой, а второй высокий, следующий прилив опять небольшой, а четвертый и второй высокий. Вот так бывает во время моряк моряк пойти на рыбалку например, он должен подумать в какой фазе сейчас находится прилив, может быть его лодка держит песочке и никуда не сплывет, потому что вода нашла уровень океана понеслась в этот момент, моряк должен ждать пока вновь придет вода, его ботик сплывет и будет возможность куда-то уплыть. В некоторых точках земли приливы достигают колоссальной высоты. Те точки, где приливное движение воды наталкиваясь на берег попадает в узкий пролив и такой кумулятивный суммарный эффект получается. Набегая в узкий пролив вода еще по инерции поднимается. Вот это во Франции порт, старая фотография 19 век, видите, в этом порту в течение прилива водки свободно плавают, а при отливе они просто валяются на песке. Или вот фотография, это известное место восточный берег Северной Америки Канада, порт бухта Панди, и вот здесь такой многометровой высоты достигает прилив. Моряки этим пользуются, например, привязав свою лодочку во время прилива к Ирсу, вы можете дождаться отлива, и тогда она на канатах повиснет, и моряк бежит, и конопатит дно этой лодки и красит ее, пока она висит в таком положении подвешенная. Но главное вовремя закончить эту операцию и подняться обратно, потому что приливная волна может совершенно неожиданно прийти и довольно мощно тут затопить все за несколько минут. Все это происходит в открытом океане, где у воды есть возможность перемещаться по всему земному шару. А вот казалось бы озер, каждый из нас был на берегу озера и никаких приливов отливов не замечал. Но одно озеро с другом улозе. Вот известное озеро, наверняка вы знаете, слышали о нем, может кто-то бывал, там Женевское озеро, оно на границе Швейцарии Франции вытянутое озеро. Оказывается, там в течение суток наблюдаются довольно заметные приливы отливов. Как небольшой водоем, все ускорения, которые действуют со стороны луны и солнца практически одинаковые, берега близко друг от друга. Откуда здесь приливный эффект? А он довольно сильный. И оказалось, что это тоже такой физический прибор этого озера, который демонстрирует нам явление резонанса. Давайте вспомним. Я не знаю, в школе дают на раздаче тарелки с суток. Вам приходится носить в руках тарелку полную суток? Или чашку полную чая? Ну, чашку с чаем чаще, да? Вы идете с этой чашкой и иногда видите, как поверхность воды начинает колебаться и выпрыгивает из чашки. Вы ее разливаете. Что вы делаете тогда? Вы меняете темп ходьбы, да? Вы сбиваете ногу, чтобы в резонанс с движением воды не попадать. С тарелкой и супа это более четкий эксперимент, потому что тарелка и супа похожа на озеро. Явление резонанса заключается в том, что у каждого сосуда с жидкостью есть собственная частота колебания. Если вы просто ударите по нему, вы увидите, как вода начнет колебаться, ее свободная поверхность начнет как на качели качаться с определенной частотой, ну и с определенным периодом. Чем больше размер тарелки, тем больше период колебаний. У каждого озера тоже есть такой период. Но оказалось, что как раз у Женевского озера период свободных колебаний воды в точности совпал с полусуточным периодом, то есть с периодом действия приливных сил со стороны Луны. И даже маленькое различие этой силы от берега к берегу установившееся, оно вызывает, раскачивает, впадает резонанс с собственным движением воды в этом озере и заставляет каждые шесть часов подниматься и опускаться ее на разных берегах. То на одном, на швейцарском, то на французском берегу этого озера. Так что маленький эффект, слабый эффект, но попавший в резонанс с собственными колебаниями системы может вызвать ее, ну, известный пример, не знаю, правда это или нет, когда батальон солдат шагал по мосту, мост рухнул, потому что солдат шагает в ногу и попали в резонанс с колебаниями моста. Может быть, такого и не было, но то, что мосты иногда падают от явления резонанса, это факт, недавно один упал в Волгограде, потому что там порывы ветра попали в резонанс с собственными колебаниями моста. А все это, все эти приливные явления важны настолько, в каждом морском порту есть специальный прибор, мариограф, у которого поплавочек плавает на воде, а самописец рисует высоту уровня воды. И уже много десятилетий, а в некоторых портах даже более ста лет, идет запись приливных колебаний и попытка прогнозировать, заранее предсказать, каков будет уровень воды. Особенно важно это было, буквально для тысяч людей, это было равносильное гибель или жизни в 1944 году, в 1944 году, когда войска союзников, англичан, американцы пытались высадиться на французском побережье Ла-Манша и вследить в бой с гитлеровскими войсками, которые закрепились на высоком Трансфирском берегу. Если бы ученые неправильно предсказали момент прилива, то корабли союзников, а их тысячи кораблей не смогли бы подойти к берегу, застряли бы в песчаных дюнах в воде, и солдаты не смогли бы быстро высадиться на берег, и все были бы уничтожены. Поэтому, чтобы точно рассчитать момент наивысшего прибива у французского берега, были созданы впервые удивительные компьютеры, механические машины, механические машины, где десятки шестеренок, канатиков и зубчиков разных, имитировали движение Земли, Луны и воды в разных точках земного шара. Поскольку каждый уголок мирового океана можно уподобить маленькому озеру, особенно такие места, как проливы узкие, пролив Ла-Манш, где есть собственные частоты колебания воды, и они очень неожиданно могут отозваться на гравитационное влияние Луны и Солнца. И вот такие машины позволили, имитируя движение воды, Луны и Солнца, точно прогнозировать высоту моря. Для этого специальные математические методы были развиты, так называемый гармонический анализ, когда сложное колебание можно представить набором простейших синусоидальных, космусоидальных колебаний, связанных с движением шестеренки, или которые можно имитировать движением шестеренки, и таким образом сделать прогноз, если у вас есть предыдущие записи, посмотрите, если они оправдываются, если машина назад во времени хорошо считает, то она и вперед на некоторый промежуток времени тоже может дать достаточно точный прогноз. И таким образом высадка союзников состоялась. Давайте посмотрим на Землю в целом. А она каким-нибудь образом, как целая, она своими частями в виде океана реагирует на влияние соседних небесных объектов или нет? Мы знаем, Земля вращается вокруг своей оси, нам кажется, что небо вращается вокруг нас, когда мы находимся на Земле, и сама ось вращения Земли, вообще говоря, должна была бы сохранять свое положение в пространстве согласно всем законам механики, законам сохранения механического момента, момента импульсов. Так ли это на самом деле? Ну, отчасти да, уже много столетий люди видят, как вращение небесного свода происходит вокруг одной и той же точки, вблизи нее находится известная полярная звезда, мы называем это Северно-Небесный полюс, Северный полюс мира, и второй полюс, Южный полюс, вокруг него тоже кажущееся движение звезд происходит, но как выясняется, так было и будет не всегда. Положение точки, в которую направлено возвращение Земли, медленно изменяется. Земная осень описывает в пространстве конус с углом раскрыва 23,5 градуса. Это знакомое нам явление, именно благодаря этому наклону Земля в течение полугода подставляет Солнце до одно полушарие, у нас тут лето, то второе полушарие, и у нас лето здесь в противоположной части Земли, а здесь зима. Но этот наклон, оставаясь постоянным в величине, меняет направление, меняется направление оси вращения. И ось вращения Земли за 26 тысяч лет приблизительно описывает на небе такой большой круг с радиусом 23,5 градуса. Почему? Что заставляет Землю менять свое направление вращения? В основном Луна. Земля не шар. Земля за счет своего суточного вращения вокруг оси немножко скрустна. На экваторе она пошире, а между полюсами расстояние поменьше. И вот эти экваториальные вздутия, как их называют, или экваториальный пояс, он по-разному притягивается к Луне. Одна его часть чуть ближе всегда к Луне, чем другая. И поэтому на Землю все время действует момент сил, который старается развернуть Землю. Как на это реагирует Земля? Дополнительный момент, старающийся развернуть Землю, прибавляется к моменту обращения Земли и как по закону сложения векторов меняет направление основного момента. Земля все время чуть-чуть изменяет направление оси вращения, потому что добавляется к этому вращение связанное с приливным эффектом, вызванным Луной. В основном Луной, немножко Солнца добавляет. Это в быту мы наблюдаем, когда смотрим, как детская юла движется. Она из-за того же эффекта меняет свое направление в пространство. Сила тяжести старается уронить волчок на пол и создает ему дополнительный момент вращения, который добавляется к общему моменту и все время меняет его направление. Две момент сил действующей со стороны Луны и Солнца тоже старается повернуть ее, а в результате направление вращения все время меняется. Но обратите внимание, и волчок, и Земля вращаются в одном направлении, а ось у волчка и у Земли движется в разную сторону. Почему же нет полного подобия этих двух механических попов? Вращаясь в одну и ту же сторону, волчок рецессирует сюда, а Земля сюда. Это тоже останется вам для домашнего размышления, если вообще эти вопросы вас задели, заинтересовали, подумайте относительно вот этого различия между, казалось бы, совершенно аналогичными друг другу механическими ситуациями. Математика тут простая, а вот, так сказать, физическую интуицию надо проявить. Итак, прицессия оси вращения Земли за 26 тысяч лет, 25 с копейками, заставляет ось вращения Земли менять свое направление. Есть еще один любопытный эффект, который тоже сильно влияет на движение Земли, а именно запаздывание приливного отклика. Вот сейчас мы смотрим сверху на Землю, со стороны ее полюса, видим, как она вращается, это ее суточное движение, а это Луна идет по своей орбите и пытается вытянуть океан в свою сторону и в противоположную. если бы Земля не вращалась, то океан, конечно, вот это океанское вздутие, приливное выпуклость, она была бы направлена это осенью, в точности на Луну. Но под океаном с большой скоростью движется твердое дно, твердое тело Земли, которое за счет трения сносит, уносит вперед вот это вздутие и уносит вперед же по вращению вот это вздутие. И линия соединяющая их оказывается не направлена в точности на Луну. Чему это приводит? Это вызывает довольно сильное изменение движения и Луны, и Земли. Почему Луны? Потому что к этому вздутию Луна притягивается по ходу ее движения и притяжение сюда старается ускорить Луну в ее движении по орбите, а к этому вздутию Луна притягивается против кода ее движения есть составляющая силы которая ее тормозит и они не уравновешиваются друг друга друг друга эта часть ближе к Луне и она сильнее ускоряет движение Луны чем это которое тормозит и в результате Луна все время как бы на веревочке ускоряется по своей орбите а ускоряясь она все время удаляется от Земли и поднимается все выше и выше по орбите обратный эффект действует на Земле за счет трения об океанские выпуклости тело Земли тормозится и наша планета поднемножку теряет скорость своего прощения мы этого конечно не замечаем нам кажется что сутки 24 часа всегда были и всегда будут но уже палеонтологи которые раскапывают древние отложения живых существ замечают что скажем полмиллиарда лет назад Земля прощалась быстрее а как они это замечают а они видят что в течение года морские отложения накапливаются сутки за сутками год за годом и можно по их толщине смотреть сколько суток было в течение года в далекие эпохи оказывается полмиллиарда лет назад в течение года земля делала 420 оборотов а сегодня только 365 а в будущем земля будет делать то есть медленнее будет вращаться и в течение года будет 300 потом 250 оборотов потом 200 и в конце концов скорость вращения земли угловая скорость движения луны по орбите выравнивается и всегда одно полушарие земли будет смотреть до луну а второе против луны и никогда жители второго полушария луну в своем небе не увидят эти слабые эффекты удалось измерить прямо непосредственно без всяких археологических раскопок измеряя расстояние до луны я ведь сказал что луна постепенно удаляется от земли насколько быстро а это измерили прямо в конце 60-х начале 70-х годов в луне летали космические аппараты вот наши луноходы американские астронавты и оставили там специальные приборы отражатели лазерного излучения такие ретро рефлекторы и сегодня посылая через телескоп лазерный луч на Луну мы примерно через 3 секунды получаем обратно отклик лазерного луча отразившегося от рефлектора который установлен на поверхности Луны и измеряя время пролета света туда и обратно можем точно определять расстояние до Луны оказалось что достигнув вот такой высокой точности а сегодня даже чуть точнее может примерно третьей доли сантиметра расстояния до Луны измеряем мы выяснили что каждый год Луна удаляется от Земли в среднем на 3,5 сантиметра то есть вот насколько каждый год вот настолько Луна нас дальше вроде немного но за миллиард лет это миллионы километров и она постепенно будет удаляться а Земля постепенно замедляться и это так сказать неизбежные как вот эти самые ретро-рефлекторы это американские корабли Аполлон который когда-то летал по Луну а это вот такие штучки которые там призмачки стеклянные которые отражают свет в том же направлении оттуда он упал если он очень отсюда упал он обратно уходит в это же направление не как от зеркала отражается а именно туда же откуда пришел там трехгранный призм 90 градусов плоскость простая система но они работают очень эффективно и много лет приливные эффекты были заподозрены и в одном очень странном эффекте связанном с тем что не всегда удается точно прогнозировать движение космических аппаратов вот старый американский аппарат Пионер Пионер 10 и Пионер 11 они когда-то были запущены в сторону больших планет и облетели и улетели из Солнечной системы и покинули ее удаляются но связь с ними еще поддерживается и оказалось что их движение противоречит нашим расчетам физическим математики добились колоссальных точностей в расчете орбит и выяснилось что аппараты вот эти два космических зонда не подчиняются математическим уровням это было очень серьезно и в первую очередь подозревалось что рядом с Солнцем есть какое-то невидимое тело может быть спутник может быть темная звезда которая своим притяжением своим приливным эффектом действует на аппарат и уводит его в сторону ну так морская вода уводится к притяжению луны выяснилось что это не так вот буквально в последнее время и мне не хотелось переделывать этот слайд выяснилось что виноваты не какое-то неведомое космическое тело его нет а виноваты вот эти вот два контейнера в которых радиоактивное вещество находится оно нагревает эти контейнеры и из тепла вырабатывается электричество это термоэлементы электрические генераторы так вот их тепло инфракрасные лучи падая на конструкцию аппарата и отражаясь от нее входя в пространство немножко подталкивает его создает ему дополнительный никем не учтенный импульс не думали раньше что это серьезно и аппарат летит немножко не в ту сторону куда следует согласно уравнениям теории гравитации то есть тут дело вмешалась иная сила и обошлось без каких-то новых открытий теперь давайте посмотрим где еще приемные силы имеют решающее значение вот планета Юпитер сегодня у нее открыто более 60 спутников и один из них привлекает сейчас наше внимание потому что этот ближайший Юпитер крупный спутник зовут его Ио весь покрыт действующим вулканом почти каждая черная точка здесь во-первых посмотрите цвет удивительный небесное тело похожее на не знаю на что на бельсин удивительно ни одного другого небесного тела такого яркого цвета мы не знаем в чем дело а весь он покрыт вулканическими отложениями это серые соединения серы которые обычно вылетают без жертвы вулкана и вулканов здесь вот вулканчик работает и из него течет магма черная и тут видно отложения сброшенные вот вулкан вот вулкан более 300 действующих вулканов в чем дело это маленький объектик не больше нашей Луны примерно такой же Луна наша давно остыла холодное абсолютно мертвое тело а этот весь пыше вулкана чертогины каких-то землей оказалось виноват прилив со стороны гиганта Юпитера на этот маленький спутник действует настолько сильное приливное влияние что сам спутник постоянно меняет свою форму вот как кусок пластилина кто-нибудь дебил наверное детстве из пластилина были такие моменты в жизни вы берете кусок пластилина он холодный и твердый что вы с ним делаете вы начинаете его сжать сначала он не поддается потом все легче легче становится его сжать а в чем дело он разогревается но от тепла ваших рук а от энергии вложенной вами в него от энергии деформации вы его деформируете и ваша работа ваших рук превращается внутри этого куска в тепло то же самое происходит с ион вебительного деформируя вызывает ремьер в теле планеты поверхность этого спутника дышит туда-сюда на 3 км примерно и за миллион лет он разогрелся внутри как кусок пластилина и в нем горячая ман родилась и она начала выплескиваться сквозь эти дырочки вулканов на поверхность спутника то есть привив тут полностью так сказать жизнью этой маленькой планетки руководили вот посмотрите как выплескивается из вулкана вот это край спутника и там за горизонтом работает вулкан и он выбрасывает из себя на высоту 300-400 км эти огромные механические заряды газа жидкости колоссальное зрелище обязанное приливом второй спутник чуть более далекий объявите Европа раз он более далекий то и приливный эффект слабее мы видим что это снаружи холодное тело покрытое ледяным туполом как контакт но оказалось что купол весь потрескавшийся по той же причине приливы его сжимают реформирование а там подо льдом на гумбинет нескольких километров вода расплавлена то есть в жидком состоянии находится и там внизу уже на небольшой гумбинет гигантский океан жидкой воды соленой кстати как в наших морях и по объему океана больше чем весь мировой океан земного шара вопрос есть ли жизнь в этом океане пока открыт но многие уверены что должна быть поскольку температура нормальная комнатная вода жидкая соленая привычная для биосферы любой и виноватая причина того что в этом холодном теле есть теплый океан это прилив прилив между прочим казалось бы элементарная вещь я вам рассказываю вы это надеюсь понимаете а вот планетологи не могли предсказать что спутники Юпитера будут горячими особенно вот это и уже когда космические аппараты первые держали путь к этим спутникам и должны были вот-вот подлететь в журнале Nature известный научный журнал международный появилась заметка маленькая что возможно приливный эффект должен проявиться на спутнике ИО через два месяца подлетели к нему аппарат первый как раз кипионер фотографировали его и увидели там в уха вот человек два английских английские американские планетологи вовремя сообразили что прилив вещь важная и сделали прогноз который оправдался а до них никто не обращал внимания на этот эффект ну вот так выглядит ледяная поверхность Европы и скорее всего внизу там океан правда добраться до этого океана будет нелегко хотелось бы туда заглянуть под водную лодку пустить и посмотреть есть там жизнь или нет но попробуйте проникнуть сквозь ледяной кукол толщина его минимум километров десять как проковырять десяти километровый лед пока никто не знает но оказалось что природа нам преподнесла подарок вторая система вокруг сатурна тоже планеты гигант не меньше там уже по-моему шестьдесят один спутник открыт и некоторые оказались очень интересными ну один спутник там огромный титан а недалеко от него ближатся малюсельки пятисот километрового размера энцелад вот так он выглядит при ближайшем рассмотрении но ничего особенного тоже маленькая луна покрытая ледом но привлекло внимание вот что обратите внимание вот так проходит экватор северная половина его вся притыкана метеоритными кратерами а это значит что лед здесь старый что метеориты много раз туда падали и оставили свои следы метеоритами в южной части ледового покрова нет ни одного метеоритного кратера это что метеориты прицельно летели в северное полушарие и сбегали лужу геологи понимают что так быть не может а значит здесь лед молодой он обновлялся то есть все время покрывался новыми слоями воды откуда она пролась обратите внимание на эти полосы они похожи на трещину и оказалось что действительно из этих трещин вот из этих вот их назвали тигровые полосы так где раз из них бьют прямо у нас на глазах а точнее говоря перед объективом того робота который сейчас работает рядом с этим спутником это американский аппарат Кассини бьют фонтаны воды которые сквозь щели в ледяном куполе выливаются в открытое космическое пространство сначала это вода потом она замерзает уже как снежинки лететь дальше вот на фотографии с усиленными цветами видно насколько высоко эти фонтаны собственно они покидают спутник они вообще улетают в межпланетное пространство то что это вода нет сомнений уже два раза этот аппарат Кассини американский пролетел прямо сквозь эти фонтаны взял пробу вещества и доказал что это вода к сожалению на этом аппарате нет биологических лабораторий нельзя исследовать состав этой воды на метробное наличие может быть там в океане жизнь своя но исследовать это пока не удается следующий полет в систему Сатурна уже будет содержать биологические детекторы и тогда зачерпнув отсюда воду мы получим биологический анализ ее может быть там не своя биосфера своя оригинальная жизнь вот так художник представляет космонавта который увидит оказавшись на поверхности энцелада как эти фонтаны летают в космос а то что там теплые места то что вода теплая выходит из-под поверхности сквозь эти щели показал теплоанализация ну нефракрасная камера которая на спутнике есть она сфотографировала и мы увидели что лед-то холодный там минус 170 градусов по Цельсию а вода теплая снизу идет и вот она нагрела эти щели мы видим что это вполне вполне нормальная вода причина та же подледный океан нагрет приливным влиянием со стороны планеты теперь разговор о звездах звезды наполняют космическое пространство летают куда им заблагорассудиться и иногда пролетают довольно близко друг от друга пролет одной звезды рядом с другой если рассуждать в рамках такой классической небесной механики это симметричное явление вот сядем на звезду так сказать закрепим ее в систему в начале системы координат и посмотрим как другая пролетает мимо этой она идет с большой скоростью с парабонической скоростью по гиперболе ну или по параболе обычно по гиперболе приближается и симметрично удаляется механическая задача абсолютно просто решается если мы считаем звезды неизменяемыми твердыми шагами но на самом-то деле это не так звезды безобразны и они возможно как-то более тонко реагируют на присутствие друг друга давайте подумаем а вот в пространстве в галактике нашей наблюдается довольно много двойных звезд то есть пара звездных обращающихся вокруг общего центра массы как они нашли друг друга как они образовали такие гравитационно связанные системы если пролет сближение одной звезды с другой заканчивается тем что они теряют связь друг с другом вообще говоря есть вариант связать две звезды но для этого нужна помощь третий вот посмотрите результат расчета это аккуратный расчет как три звезды сближаясь в пространстве могут родить двойную систему одна звезда вторая третья собираются в одном месте слетаются на близкое расстояние возможно такая конфигурация что третья звезда как из рогатки под действием притяжения к этим двум ускоряет свой полет с большей скоростью уходит чем пришла и таким образом уносит избыток гравитационной энергии при этом эти две звезды оказываются связаны друг с другом и дальше уже путешествуют относительно своего центра масс далеко не удаляясь то есть в виде двойной системы это такое тройное сближение звезд которое заканчивается связью двух из них в виде гравитационной системы то есть нужен обязательно третий объект который унесет избыток механической энергии это может быть но наверняка бывает крайне редко для этого надо чтобы три звезды одновременно слетелись в одной точке пространства знаете чтобы три встретились это все-таки гораздо менее вероятно чем встреча друг но и две могут образовать систему если мы вспомним что они деформируют друг друга приближаясь одна к другой это кстати точный расчет вот такие формы принимают звезды подлетают на пустяне расстояние друг другу прилигнут эффект видите вытягивается она и в одну сторону и в другую и тогда их поведение совсем умею становится вот таким оно было бы если бы звезды твердыми шарами были вот таким пролетом а если мы перечтем что звезды деформируют друг друга то траектория их меняется избыток энергии идет на деформацию и звезда притормаживает здесь и переходит из имперболического полета эллиптического и становится спутником второй звезды вот смотрите первый пролет с большой скоростью и под действием прилива звезда уже вышла на эллиптическую но очень вытянутую орбиту сейчас она вернется она уже связана гравитационно и второй пролет осуществит прилив вытягивает ее и тормозит вот орбита стала меньше и еще меньше и еще ну и в конце концов она даже нырнула вот настолько сузилась орбита что одна звезда погрузилась в другую но это может быть если механический момент был недостаточный вот так образовалась сначала двойная звезда а потом под действием прилив их судьба привела к взаимному сниянию мы наблюдаем этот эффект когда видим двойные звезды и замечаем как их тела деформированы под действием притяжения одна к другой иногда это приводит к очень интересным эффектам например если вторая звезда маленькая но массивная она вот тут сидит в центре этого диска например так называемая нейтронная звезда остаток умершей сжавшейся до маленького размера массивной звезды то вторая звезда приливно вытягиваясь к ней в конце концов начнет терять свое вещество с поверхности и оно будет присваиваться вот этой первой звездой то есть прилив настолько высокий что он просто отрывает часть вещества и отдает его более массивной компактной звезде ну это вещество сразу не может упасть поскольку они вращаются и вещество имеет момент и оно выходит на орбиту и потом за счет трения все ближе и ближе порции газа приближаются к массивному объекту а за счет трения слоев газа диск нагревается и становится ярким источником рентгеновского излучения и мы это видим с помощью орбитальных аппаратов а избыток вещества нагреваемого с большой скоростью выбрасывается вдоль оси вращения диска в двух направлениях ось у нас сюда смотрим туда и эти потоки газа тоже наблюдаются энергетика этих объектов фантастическая это самые мощные источники энергии во Вселенной их немного но они настолько яркие что мы их видим но если такая система образуется рядом с Солнцем то она может достаточно серьезно повредить жизнь на Земле наиболее массивные объекты это черные дыры вы они конечно слышали полностью сколлапсировавшие массивные тела пока наверняка удалось найти только одну массивную черную дыру вот здесь в центре нашей галактии как мы это заметили наблюдая за движением отдельных звезд а это реальная фотография вот когда они снят тут годы указаны мы увидели что некоторые звезды обращаются как бы вокруг пустоты тут ничего нет но орбиты звезд идут так как будто бы здесь находится очень массивный источник тегатения и по движению этих звезд довольно легко определить что масса этого невидимого объекта миллионы масс Солнца точнее говоря около 4 миллионов масс Солнца гигантский невидимое объекта судя ничего кроме черной дыры никаких людей у ученых нет скорее всего черная дыра вот здесь находится чего мы ожидаем каждую каждую ночь астрономы смотрят на эту на эту пустоту вот сюда изучают движение звезд но ждут определенного определенной катастрофы которая должна здесь произойти а именно какая-нибудь звезда непременно приблизиться в черной дыре настолько что приливы просто разорвут эту звезду и превратят в облако газа которое будет падать на черную дыру и светиться с невероятной интенсивностью рентгеновское гарное излучение оттуда поверк очень можно ему увидел колоссальную вспышку в центре нашей галактики пока этого не произошло но должно еще одно явление которое возможно последует вслед за разрывом а точнее говоря одновременно с попаданием звезды в лапу черной дыры это совершенно не изученное математически но ожидаемое из таких общих физических соображений взрыв остатка этой звезды почему я вам говорил что приливные силы когда они не очень велики они вытягивают в одном направлении объект сжимают его в других направлениях но объем первого приближения остается неизменным а значит средняя плотность тоже но физики понимают что вытягивать можно до бесконечности а вот сжимать до бесконечности нельзя сжатие приводит к тому что в конце концов две стороны сойдутся в центре и действительно расчеты более аккуратные расчеты показывают что мощный приливный эффект немножко вытянув вытянув объект сожмется вот так что превратит в одномерную струну или как в китайскую палочку в макароны плотность которой станет в определенный момент бесконечно формально бесконечно большая то есть очень очень большая бесконечности не бывает в природе но очень большая при большой плотности вещества звезда должна взорваться время от времени мы такие взрывы наблюдаем ровно тысячу пятьдесят лет назад взорвалась звезда вот это в направлении созвездия Телец и мы сегодня видим остатки этого взрыва а тысячи лет назад китайские астрономы видели сам этот взрыв и описали и описали как довольно мощная звезда днем была видна сам взрыв был на дневном небе виден настолько он яркий а сегодня мы видим разлетающееся вещество так вот судьба этой звезды скорее всего часть своего газа распылить а центр ее будет сжат до такой плотности что произойдет мощный взрыв а вот когда одна из них попадет вот прямо прямо в этот крестик туда в окрестность черной дыры кто его знает когда одна из них туда попадет может хоть за или даже сего чуть позже когда мы кончик взрыв вообще приливные эффекты очень сильны в окрестности таких массивных вещей как нейтронные звезды и черные дыры и самый пожалуй интересный вариант это попробовать нырнуть в черную дыру и посмотреть что там внутри вряд ли это кому-то удастся но теоретически такие работы делаются и оказалось что есть удивительная возможность несколько черных дых в пространстве могут быть связаны пространственные временные как говорят туннели ну это что-то конечно рисовать я могу что угодно но аналогию могу показать вот следующую мы живем в трехмерном пространстве четвертым измерением времени но представим себе жителя двумерного пространства в принципе его можно так деформировать чтобы расстояние между двумя точками было в прямом смысле длинным но при образовании туннеля между ними значительно более коротким гравитация способна деформировать собственно гравитация это и есть деформация пространства время мощная гравитация судя по уравнению общей теории относительности может пробивать туннели сквозь пространство время и соединять две далекие точки более коротким геометрически коротким вариантом значит двумерный вы себе легко представляете трехмерный конечно трудно представить на четвертое измерение вы их умеете пожалуйста но такое ожидается если две черных пуры будут объединены таким туннелем называют горн пол червоточина или коротовая нора как хотите термин в свое время Карл Саган он хороший астропизик был один нерелитивист он писал фантастический роман может быть вы кинофильм видели по этому роману Контакт не помните какой кинофильм научный фантастик и там ему надо было быстро перевести одного персонажа из одной точки вселенной в другую и тогда он задал вопрос своим коллегам глубоким специалистам по общей теории относительности по топологии пространства в частности кип-то ему подсказывал а можно ли соединить две черных дыры в туннеле и так нырнув в одну вынырнув тут же далеко-далеко из другой сначала над ним посмеялись коллегам а потом когда глубже вниплевая вопрос оказалось что формально можно формально но гравитация здесь будет настолько мощной что приливные силы когда вы будете приближаться к черной дыре начнут растягивать вас в одном направлении сжимать в двух других и перестанете ниточкой как же воспользоваться таким пространственным временным генетикам очень просто ну не очень просто но в принципе возможно надо что-то противопоставить гравитации но что можно ей противопоставить гравитация всеобщее притяжение всемирное а разве существует отталкивание всемирное антигравитация но только фантастических романах она раньше существовала но буквально вот на нашей с вами памяти сделано открытие которое перевернуло ситуацию и за это открытие на прошлой неделе дали Нобелевскую премию антигравитация обнаружена в конце 90-х годов около 13 лет назад во вселенной обнаружено явление взаимного отталкивания галактик друг от друга антигравитационный эффект оказывается есть какая-то субстанция ее пока называют условно темная энергия так что-то назвать никто не знает что это такое но эффект антигравитационный все тела отталкиваются друг от друга вы тут сидите рядышком только потому что это слабый на малых масштабах слабый но с ростом масштаба он усиливается и уже галактики отталкиваются друг от друга сильнее чем притягиваются друг от друга а значит можно использовать эту темную энергию чтобы нейтрализовать приливный эффект и может быть осуществить такое путешествие и последнее о чем я хочу рассказать ну время еще есть если вы еще не учились так нет нет собственно о жизни галактик и о том как они поддаются приливному влиянию и не поддаются приливному влиянию почему прибыли на картинках видеть галактики как очень симметричные звездные системы состоящие из миллиардов звезд очень аккуратно красиво вращающихся в пространстве это обычно так но не всегда но любую звездную систему тоже действует поле приливных сил оно вытягивает звезды относительно центра звездной кучи и прижимает их в других направлениях то есть деформирует звездную систему и оказывается это можно наблюдать вот ближайшая к нам крупная галактика туманность андромеды спираль созвездия андромеды очень похожее на наше просто свое мы не видим со стороны а эту изучаем подробно она близко и вот посмотрите у нее рядом с ней живет галактика спутник вот эта посмотрите какая у нее форма она вытянута по направлению к центру большой своей соседке приливной средней более того с ее периферии отрываются звезды и летят сюда то есть приливы уже практически наполовину разрушили этот маленький спутник а иногда бывает что мы видим уже полное разрушение вот тоже недалеко от нас находится галактика в созвездии гонщик а вот ее спутник который уже приливными силами так разрушен что от него там и почти ничего и не осталось все распыляется во все стороны он маленький он маломассивный сам он не сильно влияет на эту характеру а она своим притяжением довольно сильно дебордирует этого своего маленького соседа когда массы галактик сравнимы они друг друга довольно сильно деформируют вот две это далекая система детали мы видим две галактики и каждая из них вытягивает какие-то хвосты друг из друга под действием тех же очевидных приливных сил даже когда в оптическом диапазоне вот это оптическая фотография но она негативная астрономы любят негативы рассматривать лучше детали вот одна галактика вот другая вроде ничего между ними нет но когда мы в радиодиапазоне смотрим видим газ который эта большая отрывает от своих спутников и поглощает ну грубо говоря съедает своих соседей по частям приливные эффекты тут во всю работу так попробую показать киношку маленькую на этом фото В этом фрагменте будет показано поведение маленького спутника, прилетевшего в окрестность большой галактики. Чтобы не замутнять картину, сама большая галактика не показана. Ее центр вот здесь. И мы смотрим, что происходит с этим маленьким спутником. Сначала это просто группа из нескольких миллионов звезд, плотная скопленица. Мы смотрим, что с ним дальше. Вот он полетел по орбите. Здесь центр большой галактики. И она начинает вытягивать и разрушать, отрывать звезды от этого спутника. И вообще превращает его в какой-то звездный поток. Оказалось, что лоток нашей галактики, по крайней мере 3-4 разрушающихся таким образом спутников, вот сегодня мы наблюдаем. От них почти ничего не осталось, но вот эти звездные потоки выдают тот факт, что это разрушившаяся маленькая галактика-спутник, которая, ну сейчас она повторяется фрагмент. Это результат расчета, довольно тяжелого, потому что надо проследить движение, ну в данном случае несколько сотен тысяч звезд находится в этой модели. И весьма точно показывает нам, чем это дело. Это, пожалуй, на сегодняшний день результат самого тяжелого в математическом смысле расчета. Надо сказать, что моделировать взаимодействие галактик очень непросто. Каждый из таких звездных систем сотни миллионов звезд. И чтобы честно решить эту задачу, надо изучить движение каждой из них, взаимодействующей с сотнями миллионов звезд. Выписать сотни миллионов дифференциальных уравнений само по себе невозможно. Ни компьютеру, ни человеку. А уж и решить эту задачу никакой суперкомпьютер прямо вновь не может. И придумывают очень тонкие методы, математические, которые все-таки позволяют достаточно точно решать эту задачу. В данном случае вы видите, как взаимодействует скопление галактиков. Каждая из этих точек это большая звездная система. И они встречаясь в центре скопления, начинают разрушать друг друга. Тут только гравитация работает. Звезды не сталкиваются друг с другом. Они только изменяют движение друг друга. Только гравитационные силы. Вы видите, вытянулись хвостки какие-то вперед и назад. Это приливный эффект. А там просто, как это сказать, куча мала происходит. Галактики сливаются, теряют индивидуальность, становятся обобщенным таким облаком звезд. И постепенно из небольших, сравнительно небольших галактик формируется одна гигантская. Мы это наблюдаем. В центре каждого скопления галактик живет монстр, который очевидно образовался путем поедания, поглощения своих соседей. Есть даже уже такой вполне научный термин. Галактический каннибализм. Ну а вот, да, съедают друг друга себе подобное. Причем, как всегда, выживает большой, а погибает маленький. Кто-то лучше, кто-то выживает. Чтобы провести этот расчет достаточно аккуратно, понадобились тысячи часов компьютерного времени на машине. Ну, вы, наверное, слышали про... Ну, в общем, на таком суперкомпьютере, как сегодня в МГУ работают. Вот один из сотни самых мощных суперкомпьютеров в мире. Но оно того стоит, потому что мы убедились, просто проиграли. А в природе все это происходит в течение миллиарда лет. Одного, может, полутора миллиарда лет. В компьютере за тысячу часов, то есть за несколько суток. Там, за месяц. С четного времени. Будем насматривать до конца. Сейчас пополовину отошли. Там еще несколько вариантов этого сделано. А у нас еще... А, у нас еще 10 минут лет. Не, не, не. 15 минут. Давайте посмотрим. Тогда будет несколько интересных вариантов взаимодействия двух галактик. Кстати говоря, я вам только что показывал нашу соседку, туманность Андромеды. Она действительно очень близка к нам и похожа на нашу галактику. И сейчас движется к нам. Через несколько... Примерно через полтора миллиарда лет она стукнется в нашу галактику. И будет происходить нечто подобное. Слияние двух больших звездных систем. Наших и соседних туманностей Андромеды. Так что, подождав полтора миллиарда лет, вы увидите, так сказать, в живую. Не на экране компьютера, а тема на ночном небе. То, как сливаются две галактики в одну звездную систему. Правда, это долго все развиваться будет, но ничего. Посмотрим, да. Тут человек фрагмент музыки снабжен, но у нас нет колонок, поэтому он так беззвучно происходит. А вот две... Вот примерно наши с Андромеды вот такую штуку выкинули. Нет, у меня слабый звук. Вот так в такое месиво превратятся две красивых спиральных галактики. Буквально именно вот этот расчет должен был моделировать слияние нашей галактики и туманности Андромеды под разными углами. Мы еще точно не знаем, как она ребром или плашмя у нас войдет. Поэтому разные варианты расчета есть. Под разными углами они ударяются. Но в любом случае получится красиво. Видите, хвосты какие получились. Как раз как на той фотографии, которую я вам показывал, реальные. Реальные две галактики имеют такие дверные мышиные хвосты. Вот модель нам показывает, что это все действие прилиблено все. При этом маловероятно, что хотя бы одна пара звезд мог в лоб столкнуться друг с другом. Звезды настолько редко в пространстве расположены, настолько велики расстояния между ними, что прямое столкновение двух звезд это почти фантазик. Ну может быть там две-три пары столкнутся и сотни миллиардов. Но наш Солнце не пострадает. Мы по-прежнему будем жить в солнечной системе. Солнце, планеты, все будет нормально. Просто вот вместо Млечного Пути на небе будет вот такая картинка. Господь Бог сидит и моделирует вот такие вещи, чтобы придумать что-нибудь новенькое. Я думаю, у него компьютер потруче наш. Сейчас завершается этот фрагмент. Досмотрим его до конца. Я вам еще одно слово скажу и закончу. Поверьте, это не какая-то фантастическая анимация, это честный расчет. Это не скринсейвер какой-то простенький, а очень аккуратный в деталях сделан. Ну вот, а завершается это той фотографией, которую я вам показывал, две реальных галактики, на самом деле имеющие такую форму. И вот, что я вам хочу напоследок сказать. Если вас заинтересовала эта тематика, попробуйте найти в библиотеке прекрасную книгу, написанную в конце 19 века. Сыном того Дарвина, который от обезьян сделал человека. Это Джордж Дарвин «Физик и физик». Ну или книгу написанную, две книжки, написанные мной, они есть, вот это есть в продаже и в сети. И вы тогда узнаете кое-чего, то, чего я вам не успел рассказать. Нет, это не из серии «Космонавтика и астрономика». А, вот это, да, из серии. Но она старая, это в библиотеке. А это есть в продаже и в сети она лежит. Все, спасибо. Спасибо.